Уважаемые слушатели, сегодня мы с вами ознакомимся со структурой мирового рынка информационных ресурсов открытого доступа. Количество ресурсов, как уже было сказано, растет достаточно активно благодаря идеям и концепции открытой науки. Как же разобраться в этом огромном потоке ресурсов? В первую очередь нужно понимать классификацию и структуру мирового информационного рынка. Классификация может состоять в зависимости от основания по следующим параметрам. В первую очередь по областям знаний. Это могут быть ресурсы по физике, медицине, социологии, по видам обрабатываемой информации ресурсы, которые включают либо оригинальные результаты научных исследований, либо исходные данные и метаданные, программное обеспечение, графические материалы, мультимедийные материалы и многое другое. Либо даже целую совокупность тех или иных видов информации. По видам документов выделяются ресурсы, которые могут содержать книги, статьи, патенты, диссертации и другие виды. По типам доступа могут выделяться ресурсы, такие как тип доступа золотой, зеленый, отложенный доступ с периодом определенного эмбарго и ряд других. Сегодня мы с вами ознакомимся с ресурсами в зависимости от вида документа, которые включены в те или иные ресурсы. Но изначально вашему вниманию предлагается перечень крупнейших систем поиска научной информации. Это такие системы, как Google Scholar, позволяющие искать информацию о различных профессиональных обществах, из онлайн-репозиториев, статьи, тезисы, книги, судебные решения. При этом Google Scholar стремится ранжировать документы по релевантности и ценности, анализируя полный текст каждого документа, с учетом того, где он был опубликован, кем написан, как часто цитировался и так далее. Следующая система поиска – это Semantic Scholar, позволяющая также бесплатно искать информацию на основе искусственного интеллекта. Интернет-архив Scholar включает более 25 миллионов исследовательских статей и других научных документов, которые хранятся в интернет-архиве. При этом коллекция охватывает оцифрованные книги журналов, начиная с XVIII века, а также современные документы, в частности материалы конференции открытого доступа и статьи, которые загружены в интернете. Система BASE – одна из крупнейших поисковых систем в мире, предоставляет доступ к более чем 300 миллионам документов, 60% из которых находятся в открытом доступе. В BASE индексируются метаданные различных видов научных ресурсов и журналов, институциональных репозиторий, цифровых коллекций и многое другое. Еще один ресурс, на который стоит обратить внимание – это OpenAlex, который позволяет также искать научную информацию, но для того, чтобы осуществить поиск в этом ресурсе, в первую очередь необходимо зарегистрироваться. Итак, наиболее известные примеры ресурсов, которые отражают книги и статьи в интернете. Для российских ресурсов – это в первую очередь научная электронная библиотека e-library, содержащая свыше 3800 журналов. Это Киберленинг – научная электронная библиотека, в которой отражено более 3500 различных журналов. Национальная электронная библиотека, в которой можно найти и книги, и журналы, в том числе в открытом доступе. Среди ресурсов, которые позволяют также искать книги, это возможный проект Google Books Search, позволяющий осуществлять в том числе контекстный поиск по различного рода изданиям. Хотя существуют определенные ограничения, связанные с законодательством об авторских правах в соответствии, опять же, с законодательством Соединенных Штатов Америки. Среди развивающихся ресурсов, отражающих книги и статьи, можно назвать набирающие обороты ресурс – это MDPI, это репозитории Коры, либо каталог ресурсов журналов открытого доступа – DoAge, либо каталог книг открытого доступа – DoAge. Диссертации можно найти в таких ресурсах, как Open Access Fades in Dissertations, FOS, Dart Europe, и даже в таком коммерческом ресурсе издательства ЭПСКО – это ЭПСКО Open Dissertations. Более миллиона различных диссертаций, различных университетов мира обнаружены могут быть в базе данных данного издательства. Среди ресурсов, в которых очень полно отражаются припринты открытого доступа, мы можем назвать проект Корнельского университета – это Archive.org. По социальной тематике два ведущих ресурса – это Social Science Research Network и SOS Archive. Среди припринтов в большом объеме выделяется ресурс COG prints. Наборы данных. Огромное количество репозиториев, которые содержат исследовательские данные, сегодня представлены на мировом информационном рынке ресурсов открытого доступа. Это и Zeno, и B2Share, и FIXShare. И, безусловно, проект, который включает не только данные, но и статьи в открытом доступе – это Dimensions. Для того, чтобы сориентироваться в репозиториях данных, можно воспользоваться каталогами и регистрами данных – это OpenDoor, либо RetreatData.org. Патенты и стандарты. Крупнейшие проекты ресурсов открытого доступа по патентам – это Google патенты и Яндекс.Патенты. Кроме того, можно назвать подобного рода ресурсы – это OpenStandards.net и SpaceNet. Учебные материалы. Активно развивающийся блок ресурсов открытого доступа, среди которых мы можем выделить Open Education Resources, содержащих и образовательные программы открытого доступа по самым разным дисциплинам и отраслям знаний. Крупнейшими ресурсами являются также OpenLearn, Emerlot, EduRef, Edu.org и т.д. Предлагаю воспользоваться этими ресурсами и ознакомиться для того, чтобы более четко ориентироваться в типовидовом составе ресурсов открытого доступа. Я благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...